Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Мы очень благодарны всем, кто посылает нам донаты. Хочу сказать, посылайте больше, только благодаря вашим донатам мы сохранили до сих пор и сохраняем, будем сохранять впредь нашу независимость. Сегодня у нас беседа с замечательным человеком, профессором Гасаном Гусейновым. Гасан, добрый день. Мы с вами полгода назад уже разговаривали, и получилось за эти полгода, я наблюдал за вашей трансформацией, получилась совершенно замечательная история, как вы отдрейфовали от пещерного русофоба к одному из, прости господи, самых влиятельных блогеров русского зарубежья. Как вам это удалось, и как вам в новом статусе живется? Проблема состоит в том, что все-таки раздача таких ругательных эпитетов – это задача, по-видимому, людей, которым это нравится. И я просто на это не обращаю никакого внимания. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что для тех и в России, и сейчас за пределами России, кто пытается осмыслить то, что происходило на протяжении последней четверти века, как раз горькие пилюли важнее какой-то подшлащенной такой вот олиографии русской жизни. Вот все было прекрасно, вот есть какая-то настоящая духовная жизнь, литература, настоящий язык, а это все мнимость, фикция и так далее. Мне кажется, что это все не так, и надо просто стараться называть вещи своими именами. Вот и все. Я сейчас хочу к другим словам, которые ближе к нам, вот к нашей географии и к нашей, вот сегодняшнему нашему состоянию в Казахстане. Я хочу сейчас вот прямо взять и целиком ваш текст с большим количеством наших, скажем, географических терминов нашей географии. Прямо вот сейчас возьму и процитирую. Города, мне надо вас зарифмовать, на карту я смотрю, ведь город, где я буду спать, узнаю к октябрю. Вдали остался теплый стан, вблизи веселоярск. Амангельды или Убаган, Жайсан или Верхний Ларс. Верхний Ульхун и Кызылжар, и Верхний Баскунчак. Урлютобе или Жалкуар, а может быть Гумрак. Там Карасук и Ауил, прощай же Кулунда. Какой экзамен это был для челюсти Френда? Он проберется в города, в Бишкек и в Павлодар. В Ташкенте ждет его еда, гостеприимство дар. А если где-нибудь Френда обидит конвоир, скажи пароль Караганда, скажи пароль Алжир. Ну, а вот знаете я к чему? Ну, понятно, что ситуация сейчас весьма необычная, в том числе для Казахстана. Очень много молодых, интересных, военно обязанных, не только военно обязанных, явных, в хорошем, фертильном возрасте людей сейчас оказалось прямо у нас. Причем, опять же, я смотрю, что там ситуация такая, что люди из очень разных областей и районов России оказались в Казахстане. Вообще вот этот вот новый русский исход, да, то есть он уже понятен вот для восприятия внутри или вовне, или нет? Я думаю, что до конца многое непонятно, и все это нуждается, конечно, в таком исследовании социологическом, которое будет проходить и в Казахстане, и в Грузии, и в самой Российской Федерации, это движение. Что происходит, как мне кажется, происходит, особенно в этом движении в сторону Казахстана, в сторону бывшей Советской Средней Азии, ныне Центральной Азии, происходит дораспад Российской империи. И внутри этого дораспада есть некое ядро, которое в свое время не знало, как ему отреагировать, оно не знало, это ядро, оставаться на месте, перебираться в какие-то другие края. А теперь оно стронулось, потому что оно вдруг осознало, что нужно уходить. Вот эта группа, осознавшая это, это не инстинктивное поведение. Это люди, по большей части осознавшие, что они не могут оставаться здесь сейчас. И они стремятся, конечно, уйти туда, где нет такого разрыва, который существует между Современной Российской Федерацией и Европой. Потому что Казахстан в гораздо большей степени, чем другие республики или бывшие республики или государства Центральной Азии, это государство в большой степени похоже на Россию. Потому что можно пользоваться русским языком. И вообще говоря, какие-то культурные есть, как кажется людям в Российской Федерации, культурные есть опорные точки общие. Но когда они приезжают, и в этом, собственно, смысл, видимо, для меня это был толчок к написанию вот этого стихотворения. Когда они приезжают, они обнаруживают, что они ничего не знают об истории Казахстана. Они ничего не знают о миграциях, которые здесь были, принудительные миграции. Они ничего не знают о судьбе казахского народа, который был, вообще говоря, половина которого потерялась, так сказать, в кавычках, в ходе советизации, коллективизации всего. И они приезжают без памяти, в том числе об Алжире, Акмолинском лагере, жен и изменников родины. И там Караганде, да, из песни, в данном случае Караганда, из песни Галича, да. И вот эта невинность людей, невинность в смысле такой вот незнакомства с собственной судьбой, с собственной историей. Она многих, по-моему, просто оглушает, когда они приезжают, и вдруг они видят, что здесь не, так сказать, не жесткая Азия, не жестокая, не суровая Азия, а гостеприимная, совершенно другая, с другим укладом жизни. Вот тут многие люди как-то начинают задумываться вообще обо всем, о своем прошлом, о своих семьях, да, о своем собственном поведении в отношении жителей Центральной Азии, которые приезжали на заработки в Российскую Федерацию. То есть происходит вот такое грандиозное самопознание в форме перемещения в другую страну. И, конечно, есть люди, которым приходится это переживать в гораздо более тепличных условиях. Да, я о себе самом говорю. Я впервые оказался в Европе 30 с лишним лет назад и увидел, что уклад жизни другой абсолютно. Хотя я всегда считал себя, так сказать, западником и человеком, по крайней мере, по книгам, знавшим, что там за устройство жизни. Но когда я приехал и столкнулся с этим, увидел все это разнообразие, понял, какими иллюзиями я питался всю свою жизнь до 37 лет, я должен был пересмотреть все свои прежние представления. И вот сейчас многие люди, в общем, я думаю, что уже многие сотни тысяч людей, которые оказались в движении, в этой миграции, многие люди пересматривают, передумывают всю свою жизнь. Это невозможно уместить в какую-то одну схему. Вернее сказать, вот это и является схемой. Здесь ведь ситуация такая, что абсолютно, скажем так, информационная и понятийная невинность и невежество, скажем так, не только в отношении Казахстана. То есть здесь вот возникло же и движение национальных окраин и осознание национальных окраин. То есть вообще говоря, впервые заговорили и попали во все информационные, скажем, потоки и пики русские национальные окраины, то есть от Бурятии до Дагестана. И вот эти люди, которые тоже сейчас, будучи по культуре ближе к нам, то есть ближе к Казахстану, те же Буряты, сейчас вот протестное движение Бурятов, значит, перекочевывает сюда, к нам. Вот. Они тоже сейчас вот для большинства россиян, это они как будто какое-то открытие. Они тоже, то есть получается, что большинство людей не только ничего не представляло и не понимало о соседней стране, там, о соседних странах, но и о собственной стране, и о собственных, скажем, национальных, ну, колониально говоря, окраинах. Потому что они по факту окраинами-то в России и остались. Дело в том, что это такое клише окраины. На самом деле это никакие не окраины, потому что это люди, живущие, так сказать, в России, не в своей собственной стране. Я бы по-другому это обозначил. Вы сказали об этом колониализме, да, но слово колониализм, оно такое бранное у нас. Мы понимаем, что мы его употребляем как бранное. Да, вот это вот колонизатор и колонизованный. На самом деле таким же бранным является слово меньшинство. Меньшинство. Да, вот это национальные меньшинства. У нас в России есть русские, это государство, образующий народ, как написано в Конституции, да, в этой фальсифицированной Конституции. Какое-то государство, образующий народ. А почему татары не государство, образующий народ, который спокон веку живет на этой земле? Почему не государство, образующий народ, удмурты и так далее, буряты? Да, это совершенно, так сказать, такое представление, что вот мы большинство, и мы будем здесь диктовать свои условия. Это наше русское государство. Вот многие люди не заметили этого, они решили, ну да, вот, но нас же больше, мы же Россия, и поэтому мы должны давать, это на нашем языке они все говорят, они живут у нас. Они хозяева, может быть, в своем маленьком домике, но страна-то наша, это наше государство, мы его строили, мы его завоевывали. Они к нам сами на коленях приползали, чтобы мы их защитили кого от кого. Постоянный разговор до сих пор идет, разговор о том, что вот, допустим, Армения. Да Армения, куда она без нас денется? Мы защищаем Армению от всех этих, вокруг, от турок там, от всех остальных. И Грузию защищаем, мы защитники. Это все, все эти народы, это наши младшие братья. Вот это представление фундаментальное, базовое, оно, конечно, присуще абсолютному большинству людей в России. Я знаю буквально, ну, действительно могу перечислить просто на пальцах, так сказать, обеих рук, людей, которые не заражены этим представлением. Абсолютное большинство людей смотрит на якутов или на чеченцев, ингушей сверху вниз. Это дикие народы, и мы их обратили, так сказать, вот в нормальных людей, потому что мы их завоевали в свое время. То есть человек себя отождествляет, это под этим мы, он понимает завоевателей 17, 18, 19, 20 веков. Он отождествляет себя в этом смысле человек там с Иваном III или с Иваном IV, с Петром, с кем угодно. Но он не отождествляет себя сегодня со своими же соотечественниками другого происхождения, с другим разрезом глаз, чем у него, с другим цветом волос и так далее. Вот с этой точки зрения, конечно, то, что мы сейчас переживаем, это действительно полноценный распад империи. Потому что именно структура федеративная, которой нет в современной России, именно эту структуру еще сохраняла, могла бы сохранить бывшую империю как федеративное государство. Но то, что они разрушили федерацию, создав законы, ограничивающие права национальных языков, национальных меньшинств, вообще говоря, вернувшись к концепции великого государства, но не как империи, а как национального государства. То обстоятельство, что они, эти правящие, так сказать, люди и при полной поддержке большинства населения проделали это, означает, что они просто не понимают, в каком мире живут, в каком мире они оказались. И это, так сказать, другая сторона антиукраинской сейчас вот этой кампании грандиозной, потому что в основе антиукраинской кампании лежит отрицание самого существования украинцев как этноса и украинского государства как государства. Поэтому здесь, в этой ситуации, которые, так сказать, формировали эту политику, ее интеллектуально обслуживали, они, в общем, являются создателями ситуации, которую впервые для себя осознали многие русские люди. Я уже не говорю о представителях так называемых меньшинств, которые просто являются жертвами этой бойни, да, буряты, которых отправляли для того, чтобы потом говорить, нет, это не мы, не русские, это все были буряты, это были чеченцы, вот кадыровцы какие-нибудь, это были дагестанцы. Нет, мы не занимались этим, мы русские с украинцами-братьями. Это вот они делали все. Такое совершенно безмозглое, можно сказать, поведение людей, принимающих решения, оно, конечно, поражает. Встречая, так сказать, бывшие советские меньшинства, представителей бывших советских автономий, устанавливают новые с ними братские отношения. Причем еще 10 лет назад было не так. До этой войны в Украине было совсем не так. У нас было интересное исследование, вышло в книге о русском языке и вот этих новых событиях в связи с появлением интернета. Там была замечательная статья о тюркоязычных народах, которые оказались в Казахстане. И мне очень интересовал этот вопрос. Речь шла о башкирах и о татарах в Казахстане. И вот выяснилось в результате этого исследования, которое проводил среди прочих лингвист Борис Орехов, в результате этого исследования выяснилось, что тогда, то есть до войны в Украине, общим языком тюркоязычных татар и тюркоязычных башкир и тюркоязычных казахов был русский. Они не переходили на какой-то другой тюркский язык, например, на турецкий, или не перенимали язык другого, хотя это близко родственные языки. Для них общим языком был русский. И вот интересно, что произойдет в дальнейшем, потому что понятно, что довольно интенсивно в этот регион, так сказать, в культурном отношении вмешивается Турция, турецкий язык довольно популярен. Кто знает, какой язык будет общим языком этих людей, бывших советских меньшинств? Может быть, останется русский, а может быть и нет. Может быть, вернется идея Великого Туркестана, и будет новое тюркское объединение, скажем так, на основе тюркской общности и тюркского языка. Трудно сказать. За этим нужно наблюдать, видимо, потому что, в принципе, когда мы, знаете, много-много лет назад за столом в писательском клубе в Переделкино сидели украинец, белорус и русский. И этим русским был поэт такой Егор Исаев. И вот он заметил в какой-то момент, что белорус говорит по-белорусски, украинец говорит по-украински, они понимают друг друга. А он не может их понять. Он говорит, как же так? Вот я, говорит, понимаю вроде бы то, что вы... Я понимаю, что вы говорите каждый на своем языке, но почему вы не говорите по-русски? У вас же общий язык должен быть русским. Понимаете, этот момент там... Уже нет. Уже не должен. Мой отец рядом с этим же столом, он сказал, ну, говорит, старший брат просто не понимает, когда говорят младший брат шутян. Вот это ощущение, что на твоем языке все должны говорить, пусть они говорят по-русски. Это ощущение, так сказать, тоже такое вполне колониальное. И пусть все перейдут на английский. Но нет, возможно, настанет момент, когда носители, например, русского языка будут обязательно, в обязательном порядке для себя учить другой славянский язык, как обязательный. Потому что в таком случае, если человек, говорящий по-русски, знает хоть немножко болгарский или польский, он старается понять другие славянские языки. Так будет и с носителями тюркских языков, я думаю. В современной Восточной Европе многие люди понимают другие славянские языки, в том числе русский, потому что как-то занимались этими другими языками, какое-то внутреннее уважение испытывали к этим языкам. Об этом сказать, об этом уважении у носителей русского пока нельзя. Пока не приходится. А вот про вот этот вот старояс и про вот вы, о чем вы писали, старояс и вот этот миф, в котором, который пытается навязать Путин и вот вся вот эта вот такая новая старая российская бюрократия, когда они пытаются говорить на каком-то суконном и абсолютно таком выхолощенном русском языке. Вот что это такое на самом деле? Откуда он берется, вот этот старояс? Очень-очень интересный вопрос. И для того, чтобы показать, как это функционирует, как это существует, можно разобрать выступление какого-нибудь деятеля, современного, идеолога современной вот этой войны в Украине. Ну, я не знаю, даже это может быть второстепенный деятель вроде Константина Затулина с его речами. Как правило, это человек, имеющий, так сказать, советскую социализацию, но толком не изучавшим никогда советский язык. Он является носителем советского языка, но он его никогда не изучал. Поэтому он его повторяет с легкостью, повторяет эти формулы, но они у него неосмысленны. Он никогда не пытался вникнуть, что, собственно, за ними стоит. А вторая вещь, второе движение внутреннее, внутри которого он живет, это желание, так сказать, выбрать из старой России, из царской России, из дореволюционной России что-то такое, что мило моему сердцу. Вот Великую Россию, Столыпинскую Великую Россию, всякие формулы Столыпинские или формулы императоров российских, какого-нибудь Александра Третьего. Это язык, формулы, все эти формулы, что у России два союзника, это ее армия и флот. Вот такие словечки, выражения, которые в конечном счете приведут к этой государствообразующей нации, государствообразующий язык. Представление о ценности той или иной группы этнической или культурной, которые базируются на площади территории, которые занимает этот народ. Вот жители какого-нибудь там Швейцарии или Чехии, ну что с них взять? Ну, Чехии, крошечная страна, их мало. Почему мы должны к ним с уважением относиться, к этим людям? Да, вот спрашивают они. Мы великий народ, мы победили фашизм. Мы вот такие. То есть складывается, и это именно старая, складываются старые советские формулы, они свинчиваются вместе со старыми дореволюционными российскими формулами. И в результате получается какое-то чудовище, языковое чудовище, которое, кроме того, что оно иногда бывает ужасным и пугающим, оно всегда смехотворно. Это всегда глупость, возводимая в новую степень. И этот язык, и советский бывший новояз, и вот этот старояз имперский, он давно лишен творческих каких-то потенций. Этот язык, он объединяет, может объединить людей только на основании какого-то насилия, на основании представления о том, что я большой, сильный, ты маленький, слабый, я тебе пью по голове. Ничего другого за этим нет. Но у него есть еще один недостаток, у этого языка, у этого старояза. Этот недостаток, представление, очень распространенное в обществе, кстати, что есть какие-то люди, носители какого-то особого, так сказать, жаргона, вот они узнают друг друга, опознают друг друга по этим словечкам, у которых все схвачено. Вот я скажу там, назову там я убитого солдата 200-й. О, значит, это понятно, что. Я назову атомную войну ядеркой. О, это значит, вот мне сам черт не брат. Это дополнительная окраска, такая, так сказать, классовая христика, но вместе с ним она есть. Это жаргон прислуги какого-то низкопоставленного человека, который уважает начальника, какой бы ни был этот начальник. Вот наш, вот он умеет это, он знает это. И они обмениваются этими словечками. Это началось с путинского мочить в сортире. И всю дорогу, всю эту четверть века уже этот человек и его, так сказать, чекисты у власти, они всю дорогу людям морочат голову своим особым тайным знаниям. Вот они, у них там спецоперации, у них, они все это сделают. Вот они заберутся куда-то, вот отравили какой-нибудь там Литвиненко. Они могут потравить еще там кучу народу. Это язык вот этого мира почитания сильной руки. Мира, в котором сильный, мощный, крепкий, который может ударить, он определяет жизнь. Мира женоненавистнического. Вот не случайно, посмотрите на все эти рыла, которые там принимают решения, все эти советы безопасности, все эти администрации президента. Это же сплошное такое жлобье мужское, да, вот такое вот мужское государство. И в этом смысле нужно признать, как сказать, беда, беда, большая беда России состоит в том, что это принимается, понимаете? Вот это принимается, и это принимается как какая-то чуть ли не религиозная данность. Вот, да, это наш мир, вот мы должны терпеть, потому что он такой и... Ну вот, немножко так, с одной стороны, попроще вроде как тема, с другой стороны, вот как раз про народное сознание и взаимодействие с кумирами, да. Вот Алла Борисовна, конечно, продолжает будоражить российское общество, вот, сначала своим переходом публичным на сторону света, да, а потом, значит, она вот заявила, что рада она, что ее ненавидят те, кого она всю жизнь терпеть не могла, которые были холопами, а стали рабами. Вот вообще, вот этот отклик, который не находит никто, да, то есть, вот это постоянное взаимодействие со своей главной звездой, у кого-то восторженная, у кого-то со злобой, вот такое. Что это такое? Почему вот отнюдь не на каком-то политическом деятеле, отнюдь не на ком-то, кто действительно там возглавляет там какую-то борьбу, да, с режимом так или иначе, а вот на звезде Алле Борисовне Пугачевой сошелся вот весь, скажем так, спектр и весь вообще смак русского отклика? Мне кажется, мы немножко преувеличиваем значение высказывания Аллы Пугачевой, потому что, во-первых, мы совсем не знаем, что означает ее голос для молодого поколения. Да, этого молодого поколения много в Центральной Азии, но оно есть. Является ли для этого молодого поколения выразительница их дум и их ожиданий Аллы Пугачевой? Это большой вопрос. Просто вот для всех тех, кто смотрит телевизор и живет вот под этим колпаком. Вот для них, да, его высказывание довольно существенное. Но услышали ли они это высказывание? Они услышали какую-то часть его. И людей до сих пор живет под этим колпаком информационной ложной повестки. Они совершенно не думают, например, об Украине. Они думают только о себе. И в высказывании Пугачевой тоже содержалось это указание на то, что она думает, вот наши мальчики, чтобы там не погибали наши мальчики. Так там наших мальчиков убивают за то, что они там убивают женщин, детей, стариков и так далее. Вот за это они несут ответственность там, в той мере, в какой это возможно. Теперь вопрос о ненависти. Понимаете, говорить о том, что я увидела тех, кого я всегда ненавидела, это интересно с точки зрения психологии устройства масс-медиа и психологии людей, которые живут вот в этом звездном, так сказать, мире. Они знают, что у них есть горячие сторонники, этих сторонников большинство. Они знают, что есть какое-то меньшинство, которому они неприятны. И в итоге остается чувство ненависти, ненависти, злобы. И это очень плохо. Это то, что, с моей точки зрения, не консолидирует людей вокруг чего-то хорошего, а то, что их объединяет вокруг дурного, вокруг зла, вокруг дурного дела. И в этом смысле это высказывание человека очень, может быть, даже хорошего. И я слова плохого не могу сказать, да, Али Пугачевой, только самые добрые слова и пожелания и так далее. Но в итоге высказывание получается о ненависти, о злобе. И это, конечно, это чрезвычайно в этом смысле показательно. Идет обсуждение, из которого нет выхода. Ну, хорошо. Тогда вот, скажем, уже о более молодой как раз аудитории. А вот, как говорится, Александр Македонский, конечно, великий полководец, но зачем табуретки ломать? То есть Илон Маск, конечно, великий предприниматель, но зачем ему высказываться о украинском Крыме, о том, что его надо бросить России для ее замирения? Вот это вот, как вы думаете, откуда чего возникло вот здесь-то, скажем так, говоря строго по-русски, этот-то дискурс где взялся? Ну, он из новостной повестки американской. Потому что там идет постоянное обсуждение того, что происходит между Россией и Украиной. там происходит обсуждение возможного падения вообще всех бирж, возможной огромной потери многомиллиардных состояний, если возникнет ядерная война. Поэтому, с моей точки зрения, Маск реагирует на, так сказать, такие вот угрозы обострения ситуации, обострения отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, которые могут привести к большим потерям для мирового рынка. И ему это, конечно, совершенно не надо. Поэтому, с его точки зрения, пренебреть резвыми какой-то маленькой страны, не очень значительной, не так страшно, как потерять вот это огромное богатство. Так что я здесь не вижу никаких... Ну, вот очень крупный бизнесмен, генеральный предприниматель, современных проектов, почувствовал, что ситуация может привести к большим потерям. И вот он высказывается, как он высказывается. Я не думаю, что на это надо вообще кому-то как-то реагировать, потому что Маск для Украины делает только что-то хорошее, там вот этот Старлинг, которым бесплатный интернет и так далее. Это все замечательные вещи. А мнение, ну, у него такое мнение, у другого какое-то другое мнение. Я не думаю, что это такую большую роль сыграет. Как быстро в Российской Федерации вернулся язык страха? Или он вообще никуда не уходил? Да, вот то, о чем вы писали. Она думает, что уж его-то не тронут. Он думает, что уж его-то не возьмут. Да, то есть это же вот просто по щелчку пальцев вся эта гулаговская терминология, весь этот гулаговский страх, вот он просто как из 30-х годов 20-го века в 20-е годы 21-го, вот так просто, как будто не было 100 лет вообще. Ну, это связано, в общем, я мог это наблюдать, начиная с 2008 года, когда очень активно чекисты везде внедрились, где только можно. И, да, этот страх возродился. Тут говорить не о чем. Он есть, когда он именно стал таким вот всеобъемлющим. Я думаю, что всеобъемлющим он стал в тот момент, когда вся вот эта приближенная к верхотуре российской власти среда сама начала испытывать страх. То есть страх так тотально распространился, потому что он пришел сверху. Да, он вернулся наверх. И потом сверху вторично, так сказать, вот начал поливать население собой. Потому что это страх, например, который распространяют вокруг себя всякие так называемые олигархи, богатые люди, которые знают, что одно движение, и они теряют все свое состояние. Мы видели, что произошло с компанией Яндекс, во что ее превратили, в сущности, нанесли, так сказать, такой колоссальный удар по ней. А что другие все? У них были состояния, и во что эти состояния превратились. Так что страх идет не только снизу вверх у тех, кто внизу подавлен, и это страх перед вот этой так называемой элитой, или тех людей, которых для себя выбрали высокопоставленные чекисты. И этот страх, поскольку он пронизывает все общество, он в конечном счете является провозвестником распада этого общества. Ну, вот сейчас опять заговорили о чеченской войне, вернее, о двух чеченских войнах. И вот насколько правомерно высказывание о том, что именно потому, что не заметили, не захотели заметить чеченскую войну, как внутри России, так и в мире, и произошла во многом украинская война. Ну, я согласен с этой точкой зрения, потому что родовым признаком людей, которые пришли во власть в России в ельцинские годы, является презрение к национальным меньшинствам. Это было такое поразительное время, о нем стоит, вообще говоря, подробнее рассуждать, подробнее говорить о нем. Это было время, когда произошло чудо избавления России от государственного антисемитизма. Он вдруг пропал, исчез. Но при этом усилилось такое совершенно колонизаторское, презрительное отношение ко всем другим меньшинствам. Которое не хуже, но и не лучше евреев в этом смысле. И это презрение в особенности к своим северокавказцам. Чего захотели? Независимости. Мы помним, как Ельцин сказал, берите столько независимости, сколько сможете проглотить. И те люди, которые стояли за Ельцином, они прекрасно понимали, что если мы уступим на Северном Кавказе, в Чечне, то мы не сможем возродить империю. И поэтому жесточайшее подавление сеченского сопротивления стало, с одной стороны, провозвестником дальнейшего распада империи, а с другой стороны, провозвестником попыток восстановления, в какой-то форме восстановления большого советского государства. И здесь вина лежит стопроцентно на Ельцине и его окружении. Когда по приказу Ельцина был убит Джохар Дудаев, генерал Дудаев, стало ясно, что Россия и ее спецслужбы это дело так не оставят и будут уничтожать, и действительно уничтожили значительную часть населения Чечни. Поэтому то, что происходит сейчас, вот эта странная договоренность, этот симбиоз Кадырова и Путина, это какая-то промежуточная фаза, какая-то фаза, которая очень скоро придет к своему концу, потому что рано или поздно один и другой уйдут, и что там произойдет, после этого мы не знаем. Мы видим волнение в Дагестане, казалось бы, гораздо более спокойной Северо-Кавказской республики, чем Чечня. Мы видим недовольство в Ингушетии, в том числе политикой Чечни в отношении Ингушетии. Мы понимаем, что все это сейчас крайне нестабильно. И попытка использовать эти народы, одновременно держа в голове презрение к ним, использовать эти народы, как пушечное мясо против Украины, попытка фактически ослабить их, не дать им возможности свою силу использовать для того, чтобы добиться какой-то независимости. Вот эта попытка, она тоже налицо. Мы ее все время, мы видим, как происходит набор, вот эта мобилизация, какие цифры там спускают. И очень за этим страшно наблюдать, потому что обычно в такую водоворот событий национально-освободительной борьбы или просто борьбы за независимость от центра, от какого-то начальства где-то, попадают часто люди, действительно не желавшие этого. Они не хотели воевать, они не хотели бороться, они думали, что они проживут спокойно свою жизнь вот так, как они живут. И тут вдруг выясняется, им надо или браться за оружие, или убегать из страны. И мы сейчас это видим, взяться за оружие они не могут, потому что их отправят на фронт воевать с Украиной, и они принимают решение убежать из страны, как это делают буряты, например, или представители других меньшинств. Так что здесь нет никакой возможности, по-моему, сказать, предвидеть, так сказать, как это будет организовано, но общую канву можно описать. И она состоит в том, что народы Российской Федерации, угнетенные, лишенные своего права на родной язык, почувствовали слабость большой России. Они почувствовали слабость русского колонизатора. Это то, что они это почувствовали, почувствовали и сами, так сказать, колонизаторы, сами вот эти условные затулины, которые думали, что они все очень ловко придумали, и сейчас вот они прижмут Украину, Беларусь захватят, и так далее. Но ничего это не происходит. Так что здесь есть внутри этого целого пошли трещины очень глубокие. И как это будет развиваться дальше, конечно, сказать довольно трудно. Да, это действительно так. Это мы здесь вот сейчас в Казахстане ощущаем, потому что я знаю таких людей, которые добежали уже с Северного Кавказа и до Астаны, и даже до Алматы. И мне рассказывают как раз о беженцах с семьями, которые пришли, прибежали в Казахстан с Кавказа, и это тоже уже не единичные случаи. Поэтому мы это все видим и ощущаем сейчас в своей стране. То есть это действительно так. Поэтому здесь разломы, о которых вы говорите, они действительно сейчас чувствуются и людей выбрасывают к нам со всех, ну, буквально со всех, со многих территорий. Многие не помнят то, что было, да? Многие не помнят, вообще говоря, не знают, в школе не изучали депортацию целых народов, да? Кто помнит, что чеченцев и ингушей депортировали и тоже в Казахстан? Кто помнит о крымских татарах, которых депортировали? Да, о балкарцах. То есть долго перечислять эти народы, о корейцах депортированных. Кто вспоминает о них? А в памяти этих народов же живы все эти люди? А умыки? Да, вот мы как раз в Казахстане это все хорошо, вот у нас об этом не забывали. И мы как раз очень хорошо вот это знаем и на бытовом уровне, и на уровне истории. Как раз вот эти все и кавказская депортация, и депортация корейцев, для нас это, скажем так, информация в обиходе. Именно в отличие от России, где, как я понимаю, об этом действительно люди просто это и не помнят, и не знают в массе своей. Да, не знам, что недолго и забыть, как говорила моя учительница греческого языка. Это действительно, это такая беда, но тут как с законом, вот незнание закона не избавляет от ответственности, и незнание собственной истории не избавляет от последствий этой истории. Да, вот тут, конечно, я не представляю себе, каким переменам может привести внутри российского общества уход людей, не готовых воевать. В значительной степени это ухудшит ситуацию в России, потому что останутся только совсем беспомощные, или тех, кто готов идти воевать в Украину. Вот того сопротивления, которого ждали, ждал Навальный или там еще кто-то, этого сопротивления нет вовсе. И с этой точки зрения, конечно, главная задача сейчас была бы, вообще говоря, разобраться, почему это так, проводить дискуссии не на тему, как нам создать сильную, процветающую Россию, а создать, провести дискуссию на тему, как нам справиться с нынешней Россией, именно справиться с ней, как справиться с путинским режимом, с этими совершенно людьми, потерявшими голову на почве шовинизма, ненависти к Украине. Как их унять? Это огромный вопрос.